приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы огурчики хорошо плодоносят уже снова поднимается уже в третий раз под верх теплицы и пришла пора их подкормить и почему эта тема возникла эта тема подсказана нашими зрителями из дальних стран и они изучили наши подкормки а особенно посадку огурчиков и мне написали несколько человек вы вот рассказываете о том что при посадке используете мясо костную муку рыбную муку кормовые дрожжи а вот где это взять мы не можем это найти подскажите как это можно найти как можно использовать как подкормку потому что мы уже огурцы свои посадили ну что ж давайте рассмотрим этот вопрос и я буду по ходу объяснять как можно это сделать кстати сама буду делать а почему сейчас буду для начала я вам сейчас расскажу как я мешаю при посадке и сейчас как удобрение использовать я беру по килограмму у меня вот есть они расфасованы мясо костная мука борошно рыбные и смотрите дрожжи кормовые каротиноидни очень много каротина и кстати здесь во всех этих трех компонентах это у нас самые важные микроэлементы для подкормки это у нас фосфор калий магний цинк практически почти вся таблица менделеева поэтому я беру и перемешиваю по килограмму у меня уже это отработано уже несколько лет и затем у меня уже просто-напросто есть уже перемешанной вот она так выглядит сейчас я покажу его вот уже после перемешивания сначала это надо использовать вот вот такие эти удобрения и кстати хочу сказать что наши зрители нашли эти удобрения то есть вот эти продукты они нашли в магазин для животных за границей называется ну а у нас это ветеринарная аптека находите в ветеринарных аптеках для животных это все есть и вот это я перемешала размешала видите все очень хорошо и беру теперь на 10 литров воды вот этого уже перемешанного удобрения пол-литровую баночку как при посадке на каждое растение единственная разница будет количество сейчас на одно растение и так полу-литровую баночку беру вода должна быть температуры воздуха это обязательное условие и хорошенько перемешиваю чем это удобрение хорошо не надо у нас много новичков которые только-только получили сейчас возможность работать на земле и кстати за границей то же самое наши люди везде есть ну и на иностранных языках пишут наши уже зрители разные и они говорят что у них нет опрыскивателей естественно им нужно что-то такое чтобы это такое было без опрыскивания именно подкормочка конечно я хочу сказать вам что надо обязательно опрыскиватель потому что нужно против вредителей работать веник вам не поможет поэтому мы берем вот 10 литров сейчас еще добавлю чтобы было 10 литров ведь она прекрасно все растворяется на кормовые кормовые дрожжи вот они видны это вот на этих пшеничных овсянка такая вот они помещены все и вот эти микро и макроэлементы рыбная мука мясо костное вот такой цвет имеет и очень хороший цвет сейчас я добавлю сюда воды 10 литров будет и довожу раствор до 10 литров и снова же хорошенько 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 перемешивать надо для того чтобы вот все компоненты были они ведь у меня постояла желательно чтобы вот этот раствор немножечко немножечко постоял где-то с полчасика сегодня у нас 5 июля луна в знаке телец очень хорошее время для подкормок мы уже полили наше растение теперь остается сделать подкормку так набираю в поливалку полив провожу по особой технологии потому что у нас как-то привычно раньше было все время поливать именно под само растение а по бокам вот корневая система самое главное сейчас корневая система оно и всегда было но никто не обращал внимания а очень важно чтобы корневая система вся получала нужное питание вот у меня 5 литров идет на одно растение это кстати немного при том способе который сейчас я буду показывать как я поливаю так вот это на одно растение 5 и еще 5 а теперь пойдем к растениям посмотрите уже сами огурцы сигнализирует что нам нужна подкормка уже такая чтобы был и калий чтобы были другие нужные питательные вещества вот немножечко вот такая форма это уже здесь нормально но вот они нам говорят вот эти что нас пора кормить и вкусно кормить но что мы это уже увидели заранее поэтому этот раствор сделали но и делаем еще вне корневые подкормки но данном случае сейчас я вам покажу как я делаю я думаю что им очень понравится я редко такое делаю раз месяц не больше вот смотрите здесь у нас вот побег идет с земли там у нас везде все полито и на расстоянии 20-25 сантиметров я проливаю по кругу я снова формирую корневую систему у нас корневая система везде по всему кругу должна обработать ничего не должно просто так у нас вот стоя быть потому что урожай формирует корневая мощная система ну и это еще не все это мы полили а теперь раз в месяц вот этот препарат который называется рубит и всякие и это проблема у многих и вы мне пишите рассказываете что вот этот препарат вам тоже помог это я методом проб тоже нашла себе вот такой способ и против муравьев тараканов вот он называется просто рубит называется про дама вот от тараканов и муравьев гель вот и что я делаю обязательно раз в месяц чтобы кипсики не попробовали мои корни не уничтожили я просто-напросто вот сюда где-то 35 сантиметров капельку вот так очень удобно капельку отправляют все и достаточно дальше снова прикрываем вот мульча закрывает кстати теперь можно поливать снова же сверху и это удобрение долгоиграющие будет служить еще тоже буквально месяц может спокойно вот под корень больше ничего не поливать и не добавлять потому что эти удобрения очень хорошие и очень качественные и это органика самое главное что это органические удобрения и так уважаемые зрители подытожим вы можете приобрести вот эти уникальные универсальные удобрения в магазинах для животных ветеринарных аптеках аптеки для животных ветеринарные какие-то станции и это все есть для животных и можете их спокойно покупать смотрите состав очень хороший состав практически он везде одинаковые несколько производителей покупала разных производителей вот эти продукты и везде одинаковый состав и так вы соединяете перемешиваете хорошо в сухом виде далее и потом можно вот так как я в себе если остаток есть где-то в пакет чтобы не засыхала и не выветривалась добавляете на 10 литров пол литровую баночку удобрений вот этих и растворяете уже полностью ну вот 10 литров растворяете даете полчаса чтобы они постояли становится такое густое это удобрение и поливаете вокруг растения от побега на расстоянии 20-25 сантиметров по кругу вот это очень важно для вся корневая система будет тянуться и будет питаться не под стволик а именно по кругу на 20-25 сантиметров в радиусе в таком радиусе от корня главного от побега но и обязательно использую рубит он есть кстати во всех по моему странах снг его я использую тоже один раз в месяц можно вот вместе с этим поставить и вы будете от кивсяков вот я записала настолько это вредитель мощный что он уничтожает огурцы именно сейчас когда жарко когда растения хоть хотят все время пить жара вот листья бедные вот этой жары ну они у нас не вянут но все равно им тяжело огурчики надо наращивать и там тебе корни еще кто-то грызет поэтому очень хорошо вот раз в месяц уже испытано прекрасно работает рубит капаем под от самого побега тоже 3-5 сантиметров и нормально она работает месяц вы себе будете спокойны что удобрять особо не надо вот такая важная тема я ответила вам дорогие наши дальние дальние зарубежь есть зрители дальнего зарубежья и ближнего вы теперь знаете как это удобрение использовать не при посадке а уже когда растение растет и как оно даст вам прекрасный результат ну а мы раиса горяченко и александр волик всегда этим занимаемся занимаемся выращиванием экологически чистых овощей желаю вам здоровья крепкого здоровья вам вашим растениям земле и хорошего урожая огурчиков кстати и не только огурчиком можно это делать и помидором перца и баклажаны вот это удобрение